приветствую друзья на своем канале некоторое время назад я можно сказать анонсировал обзор на нумизматическую литературу по плану так сказать своего канала ну в силу ряда обстоятельств не получилось не срослось так сказать и я сейчас делал уже обзор на мешковой коптом по пяти копейкам первую часть вот сейчас перебираю остальные ну тут вспомнил что есть у меня все-таки рассказать предмет по нумизматической литературе сожалению правда вот в электронном виде как видите снимаю монитор компьютера это очень мне нужный каталог по одной из моих основных тем он несколько более подробный чем принятые каталоги по монетам российской империи вот это каталог по двушкам времен вот периода 1810 1830 александр первый начало правления николая первого книга называется разновидности двух копеечных монет я ее из ищу уже года два вот в сети вышел даже на автора это файл в pdf формате поэтому так медленно прокручивается автор нашел его контакте страничка была подлинная подтвержденная это сейчас дойдет видео закончится пока пролистнется михаил забураев может кто то и слышал вот я хочу сказать сразу потому что многие видео не смотрят полностью что я ищу эту книгу до сих пор именно в печатном виде так что если у кого-то есть сейчас надо окно прикрыть а тут вот если у кого-то вдруг есть эта книга и она вам не нужна то я с удовольствием бы ее приобрел бы если бы мне продали ну вот такая вот pdf формат здания приобрел ее за за сколько же я приобрел не помню то ли за 300 рублей на аукционе точка ру есть возможность там есть человек который продает не знаю на каком основании то есть легитимно то есть имея ли право на эту продажу таком вот виде ну сам факт то что он ее продает он и есть а да связался с автором не договорил забураевым михаилом поинтересовался у него если у него может быть возможно на продаже экземпляры видно там ну там были объявления на его страничке что он продавал ее когда она вышла он написал что конечно же нет потому что книга реализована была она в таком вот виде виде блокнота какого-то я не знаю как вот блокнота есть пружинный конечно это не очень хорошо ну в принципе тут вначале приводится шкала шелдона это для тех кто как бы знает ну как она не подробно просто какие есть мс и какие есть тут вф и и прочее побыстрее вы сейчас пролистать показать хотя бы первые странички вот ну и собственно потом автор тут приводит свое видение собственно принципов собирательства медных монет данного периода что он считает нужно вообще вложить коллекцию в каком состоянии монеты потом вот такие вот картинки картинка допустим да тут несколько разновидностей пчелок только приводится монеты идут по монетным дворам екатеринбургский сначала все года потом сузунский и остальные там которые было которых было мало петербургский жорский вот принцип какой так красивая фотография качественная монеты как правило в высоком качестве тоже большинство ну соответствии с видением автора опять же как он собирает и я вижу что здесь человек очень плотно занимался это именно вот узкой темой двушек этих потом уйдет номер по каталогу ну или естественно вот и двор минсмейстер какой гурт какая степень редкости по ильину по биткину по забура его соответственно да то есть его ли личное мнение и стоимость стоимость условных единицах как и у федорина как бы да вот изначально было долларах евро ну условно f15 это не самолет это этот степень сохранности то есть ну редкая монета даже в такой сохранности стоит по пукла 100 баксов в в 30 это тоже папа шелдону 120 fxf 45 среднего как бы состояние как правило 400 долларов ну и сами видите да в массах там уже сумасшедшие деньги но это оценка опять же автора каталога монеты в мессе пчелки они стоят реально до хрена даже рядовые разновидности блески она меньше ну как в хорошей сохранности она под десятку сейчас особенно остатки штемпельного блеска независимо от типа короны там и прочая вся эта история ну и вот по такому принципу да извиняюсь конечно за то что ну компьютер мы так медленно этого пролистывает pdf формат тоже редкая вот разновидность даже плохой сохранности она вот и фотографии картинки не особо высоком состоянии попробую сейчас пролистать подальше может быть загрузится душу пчелки вот собственно да вот уже получается 11 год есть еще помимо каталожной информации то есть по оценке разновидности конкретно еще и примечания автора в виде текста вот к некоторым монетам пояснения более подробно ему хотя по на мою мое видение можно было и поподробнее описать потому что есть некоторые моменты которые даже в данном каталоге недостаточно раскрыты особенно для начинающих собирателей которые собирают именно глубоко и подробно да допустим как вот например у по полушкам на сахуене есть каталог электронный да там на форуме там просто вот десятки разновидностей полушек именно периода Анны Ивановны там и того времени там более подробно все-таки разжевано как бы да чтобы вот ну я считаю что можно было побольше написать ну туда вот написано что редкая монета там и пояснение а как и монета недооценена в каталогах тут можно встретить всего лишь пять экземпляров в год но это если мы постоянно мониторить все площадки то видимо автор этим занимался когда готовил каталог этот год издания не знаю но опять же повторюсь если вдруг у кого-то есть такая книга я знаю что бывают случайные у кого-то покупки может быть кто-то в свое время приобрел и она ему не нужна может монеты эти не собираете я готов приобрести пишите в комментариях так сказать да и вот такое вот издание по двум копейкам михаил забураев мне по моей теме это книга очень нужно но пока пользуюсь вот электронным вариантом хотя сейчас знаю что многие коллеги полностью практически отказываются от печатных изданий особенно по тему современки советским монетам и все в электронном виде есть но мне надо чтобы было печатная такой вот нумизмат что мне нужно подержать книгу в руках полистать это в общем какой-то мой так сказать свой личный пунктик который еще я никуда как бы не 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 удалил из своего видения нумизматике спасибо всем за внимание подписывайтесь на канал и пишите свое мнение в комментариях может быть у кого-то еще раз повторюсь уже который раз есть эта книга печатном виде я приобрету такой вот вариант я приобретал электронный на аукционе ru мне ссылку потом после оплаты скинули на почту я ее скачал посылки электронную версию pdf и его пользуюсь смотря на то что мой компьютер вовсе даже не совсем новый прекрасно открыл можно использовать в общем как то так всем пока до новых встреч